Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим о вчерашних, просто бомбезных новостях о новых консолях Xbox. Да-да, вчера нам раскрыли цену, дату релиза, шокировали новости про Xbox Game Pass Ultimate, а также рассказали кучу подробностей о Xbox Series S. Короче, смотрите ролик до конца, чтобы ничего не пропустить. Перед началом видео попрошу вас как всегда поставить лайк, подписаться на канал и прожать на колокол, чтобы не пропустить следующие видео, поскольку дальше будет интереснее. Ну а также хочу поблагодарить вас за более чем 2500 лайков на видосе про серии SES, начальник сказал, что вы крутые ребята. И го на этом видосе тоже наберем большое количество лайков, чтобы он просто офигел. Короче, пишите в комментах Xbox Top и давайте начнем. Начнем с цены, вчера Майки без всякой презентации и каких-либо намеков на скорый анонс, просто взяли и объявили цены на две консоли для всего мира. Кстати, поговорили, что все-таки анонс должен был состояться на следующей неделе, но так как кто-то слил на этой неделе, решили все сделать на этой неделе. В общем, Xbox Series X будет стоить 500 баксов, ну а Xbox Series S, как и обещали ранее, 300 баксов. В России цены будут у нас в евро и поэтому в нашей стране Series X будет стоить 45 590 рублей, а Series S будет стоить 26 990 рублей. Если рады ценам, пацаны, то прожмите лайк. Выйдут консоли в России в один день со всем миром, а именно 10 ноября. То есть такой проблемы, как была у Xbox One, а у всякие переносы не должно быть. Предзаказы откроются 22 сентября и если что, информация официальная, поэтому отмечайте эти дни в календаре. А вот так вот скорее всего будет выглядеть коробка нового Xbox. Если честно, ценникам я был капец как приятно удивлен, поскольку не ожидал, что будет так дешево. Считайте, Series S консоль нового поколения стоит даже меньше, чем Xbox One X старого поколения. И я бы никогда не подумал, что новую консоль они смогли бы продавать дешевле, чем старую. Поговаривают, что S-версия будет идти в убыток даже сильнее, чем X-версия. Также удивила цена и на Xbox Series X, поскольку мои ставки для России все-таки были на 50 тысяч и выше, ибо это те самые 19 трафлопсы и так далее. В общем, о цене я офигел и был безумно рад, поскольку верил в худшее, особенно по поводу Series S. Кстати, напишите в комментариях, как вам вообще цена на новые консоли, как по мне, очень даже приятные и в этом майке точно не подвели. Многих интересует такой вопрос, а в чем же отличие этих двух консолей? Xbox Series X это просто более мощная консоль девятого поколения, Xbox Series S слабее. Кстати, у последней на борту всего лишь 4 трафлопса и слухи подтвердились, но это ей никак не помешает запускать новые игры, так как и там и там одинаковый процессор. Глобальное отличие данных консолей заключается в том, что одна консоль, а именно Xbox Series X будет запускать игры в 4К, а Xbox Series S нет. На ней игры будут идти в 1080p и в разрешении 2К, что тоже неплохо, плюс в ней нет дисковода. Но самое главное, прям вот самое главное, это то, что и на той и на другой консоли будут выходить одни и те же игры и все они будут иметь одинаковую производительность. Хотите поиграть в новый сталкер? Можете без проблем купить Series S. А так это две консоли одного поколения, имеют одни и те же функции, будут иметь трассировку лучей, наименьшую задержку ввода, будут способны выдавать до 120 фпс в играх и тому подобные фичи. После таких новостей, какую консоль хотите больше всего взять? Пишите в комментариях, лично я еще не определился. Что касаемо бомбовой новости о подписке Xbox Game Pass Ultimate, ну о которой слухи ходили очень давно. Майки заанонсили, что теперь в подписку Xbox Game Pass будет входить EA Play, который ранее назывался EA Access. И все это без дополнительной платы до конца этого года. Честно, это реально бомбовые предложения и реальная халява. Как по мне, майки реально хайпанули на этот счет и никто даже не мог этого предположить, хотя слухи все-таки были. Я не знаю как вы, но я рад этой новости, поскольку игр много не бывает и для обладателей ультимейт это действительно радостная новость. Кто пользуется ультимейтом, пацаны с вас лайк. Кстати, те, кто недавно приобрел подписку от электроников, не переживайте. Майки продумали в этом случае конвертацию, которая работает три к одному. Но с конвертацией не все так просто, ибо подписки по сроку должны быть не менее 50 дней и еще там какие-то условия. Самый волнующий вопрос насчет бесплатного голда. Пока не слышно, но один из инсайдеров сказал, что это дело времени. Мол, отмена голда это то же самое, что и презентация и цена на Xbox. Ну, то есть пока что откладывается. Кстати, чтобы быть в курсе таких вот новостей, подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте, ссылку оставлю в описании. Если честно, майки вчера сумели удивить и навести шум. И самое главное, по общим комментариям в сети, всем очень все понравилось, а особенно цены. Не перестаю удивляться, что консоли вышли меньше, чем многие думали. Теперь же надеемся, что майки покажут бомбезные игры о своих студиях. Знаете, после таких новостей прям вот настроение поднимается. Кстати, к выходу Xbox Series X некоторые проекты все-таки перенесли на 10 ноября, и тот же Assassin выйдет вместе со стартом новой консоли. И еще один очень интересный момент. Майки все-таки пожертвовали теми самыми 100 долларами или нет? Поскольку ранее были слухи о том, что они без проблем смогут уступить в цене и уступить те самые 100 долларов. Какую консоль лучше после этого всего взять, обсудим, наверное, в одном из следующих видео. А на этом у меня все. Ждем ответку от Sony, ибо старт консоли намечается очень жарким. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение о ценах. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok